я кей привет друзья и русинки сегодня я веду мой блог из моего но первого в жизни дома то я купил здесь в америке старт Флорида, Мельбурн, Мельбурн, I'm sitting on the porch, the name is for Floridian Room, Floridian Room is по-русски это балкон или веранда сижу на моей веранде с моей семьей enjoy the weather, enjoy the friday, пятница, не пятница, 3 сентября, да и я думаю еще не 3 сентября, 2021 года и в общем сегодня друзья и родственники я хочу вам рассказать о моем последнем приключении как я купил этот дом, как, почем, сколько времени это занял, какие были проблемы, сюрпризы, трудности и может быть если еще остался силы расскажу о переезде переезд это было тоже эпопеи еще там по нескольким причинам потому что я никогда не перевозил столько много шмуток на такое большое расстояние то есть да я и я перевозил пару чемоданов может быть больше чем пару чемоданов на очень большие расстояния с континента на континент или я перевозил намного меньше вещей там внутри города но чтобы из города в город расстояние между моим предыдущим домом который я снимал и этим который я владею 160 миль 160 миль это умножить на 2 с чем-то в общем это 160 миль это это больше в километрах это будет раза в два больше почти почти так вот вообще покупка этого дома это чудо потому что я до сих пор не верю что мне удалось его купить по следующим причинам первая причина я в америке всего два с половиной года то есть в это в это рождество будет три года а рабочий стаж у меня еще меньше рабочий стаж у меня года полтора потому что я очень много сел без работы очень много искал работу в общем с трудом набирает полтора года а чтобы получить ипотеку но понятно что дом куплен в ипотеку понятно что у меня нет этих денег дом стоит 337 тысяч долларов и понятно что это в общем как как я уже говорил в другом видео это это значит ну официально 4 спальни но так как еще есть как бы кабинет на первом этаже то можно считать что это 5 спальный дом с тремя дополнительными комнатами с кухней и с гаражом на две машины и с чем-то еще а если меня туалетами да и с тремя туалетами из два туалета больших с ванной и душа мы двойными умывальниками и один маленький только просто только туалет то есть только туалет и умывали напротив гаража то есть по нашим русским стандартам это будет восьмикомратный дом плюс кухня плюс этот балкон и плюс этот небольшой задний двор наверно сотка и там небольшой пункт я не знаю видно или нет небольшой пункт и пример чуть больше у меня фронт я то есть то есть примерно стук чуть больше стоять местом фронт я и может потом я встану и и покажу по дому ну пока еще нечего смотреть там там еще полный бардак мебели нету мебели мебель надо еще купить дом гармония это вино это вино это вино тебе еще она не такой сильный в общем я решил попробовать то есть я как бы знал что шансов купить дом у меня практически нету из-за во первых мало наличности не хватит скорее я думал что ничего не хватит кэша на первоначальный взнос и на всякие эти услуги а во вторых дома дома сейчас во флориде во флориде переоценены то есть очень популярно сейчас стала покупать дома во флориде для жителей других штатов особенно северных штатов особенно во время пандемии к ты можешь работать залена не надо ходить в офис можно не сидеть в этом тесто в нью-йорке можно сидеть у себя своем доме где угодно наслаждаться природой погоды и поэтому все эти все эти покупатели из нью-йорка чикаго сиэтла калифорния повинулись ну не только во флориду многие поехали в техас многие поехали в калифорнию но многие наверно половина поехала вот сюда половина поехала во флориду и они создали здесь конкуренции цены на дома поднялись на не знаю процесс на 20 до 30 это была вторая причина по которой я думал что я не смогу купить дома и главное главное не только то что не поднялись поднялись это одна проблема проблема 2 проблема что много покупателей много покупателей и на каждый дом стоит небольшая иногда большая иногда большая очередь и устраивает закрытый аукцион то есть люди дают цену больше чем заявлено и как бы этот акцион закрытый то есть никто не знает кто сколько дал но но знать знаю только хозяин я только хозяин естественно хозяин выбирает те кто того кто дал больше и того кто дал кэш потому что ну скажем нет проблем то есть я я отдал могич 2 употеку и из-за этого покупка растянулась больше чем на месяц пока то меня проверили пока меня как бы подтвердили пока там утвердили пока опять проверили в общем это просто простянулась не за месяца на полтора два и конечно никакой продавец не хочешь дать несколько месяцев он просто видит покупателей покупателя которую у кого которого деньги в руках готов 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 сейчас так и деньги да я лажать деньги деньги решают все деньги решаются если 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 у тебя деньги у тебя нет проблем Потому что если у тебя нет денег, у тебя много-много проблем, которые решаемые, но они требуют времени и сил. И еще, ну это та же самая проблема, что люди, которые приезжают из Нью-Йорка и Калифорнии, там и прочих штатов, которые я назвал, это более богатые штаты. Недвижимость там дороже, и если они продают там недвижимость, а во Флориде недвижимость дешевле, ну всегда дешевле была, потому что здесь считается, что туристический старый, туристический пенсионерный штат, тут традиционно нет работы, ну то есть работа только обслуживать туристов и пенсионеров. То есть не каждый хочет это делать, и зарплата не такая, ну все равно, как бы, даже пенсионеров и туристов-то всех не хватает, до всех желающих. Поэтому с работы здесь довольно тяжело, особенно с хорошо плачиваемой работы. А там на северах, на американских северах, там есть работа, есть деньги. Да, там стоят все дороже, в два-три раза. Ну то есть, может быть, она то на то и выходит, но люди же не смотрят на соотношение, люди смотрят на абсолютные цифры. Вот, например, сколько ты получаешь там, спрашиваешь, там в Нью-Йорке. Я там получаю 10 тысяч, и говорят, ооо, а сколько ты получаешь там в Афариде? Я получаю 5 тысяч, к примеру. Другой отвечает, и все думают, ооо, ну 10 тысяч это больше, чем 5 тысяч. А на самом деле 5 тысяч в Афариде может быть больше, чем 10 тысяч в Нью-Йорке. То есть, ну может быть столько же, я не знаю, я давно уже не жил в Нью-Йорке, но когда мы жили в Нью-Йорке, мы снимали одну студию почти за 4 тысячи долларов в месяц. Это была студия, это была такая конура, но она была в очень хорошем месте, в очень хорошем, в очень престижном районе. Да, мы были вдвоем, ну я и моя беременная жена, то есть нам было, ну даже нам было тесно немножко. Мы просто решили пожить в хорошем районе. Например, хорошая, хорошая двухкомнатная, ну двухбедовная по нашим масштабам это трехкомнатная квартира, где-нибудь на задворках Нью-Йорка, в Бруклине, там стоила полторы тысячи долларов. Ну я отвлекаюсь, отвлекаюсь от Фориды, в общем очень трудно купить дом, особенно дом в Фориде в это время, вот в этом 2021 году, в 2020-2021 году. Потому что очень большая миграция, очень большой спрос на дома, и цены, и очередь, и немного домов. Это вторая причина, по которой я особо не переживал о покупке дома, я думал, что я просто не смогу его купить, да и все. Но попробовать решил. Ну и третья причина, а и третья причина вытекает из первых двух, что из-за спроса, из-за такого бешеного спроса, продавцы стали нагонять, набавлять цену на свои дома, на 20-30 процентов. Но банки, банки не согласны платить, давать суду, давать ипотеку на эти переоцененные, эти завышенные дома. Они продолжают давать по старым, как бы оценкам, по старым тарифам, по старым ценам. Ну может быть подняли чуть-чуть, но чуть-чуть, не на 30 процентов. И когда я пытался купить дома, допустим, дом стоит, ну, допустим, дом стоит 300 тысяч. А, к примеру, я пытаюсь купить этот дом, а мне банк дает только 250 тысяч. Потому что до всей этой лихорадки, до всей этой пандемии дом стоил 250 тысяч. И они думают, что после лихорадки дом упадет опять. А так как этот дом практически принадлежит банку, я купил его, но я купил его в долг, и он принадлежит банку. Пока я не выплачу долг, это, в общем-то, не мой дом, это долгосрочная аренда. Долгосрочная аренда с фиксированной месячной платой. А так как дом не мой, а ихний, они не хотят за него переплачивать. Потому что, если я не смогу платить, им придется его продавать, им не нужен дом. А у них уже все есть. У них есть дома, небоскребы, самолеты, все у них есть. И дом им не нужен, они постараются отделаться от него. Как можно впихнуть его к кому-нибудь другому. И этот кто-то другой, может быть, и не захочет платить полученную цену. В общем, и когда я пытался купить дома, то выяснялось, что мне дают на 30-50 тысяч меньше денег, чем стоит этот дом. А это значит, а это значит, что я должен эти 30-50 тысяч долларов выплатить из моего кармана. Из моего личного кармана. А у меня нет этих денег. У меня нет этих денег. У меня было там 1025 кэша на все про все. И, короче, ну, может, больше, может, 30 было, я не знаю. Но не больше. То есть, а это как бы, да, но это было на первоначальный взнос. То есть, вот эти 350 тысяч, это вдобавок, это вдобавок к первоначальному взносу. Кстати, первоначальный взнос 3%. 3% то есть, вот за этот дом стоимостью 337 тысяч я заплатил где-то 10 тысяч с чем-то первоначальный взнос 3%. И остальные 1015 ушли там на все про все, включая там всякие закрытия сделок, всякие там гонорары всяким разным там на оценку, на то, на сё. Ну, короче, на то, на сё. На то, на сё. То есть, то есть, 1015 ушло на всякие, на всякие поборы и взносы. И, в общем, когда я его видит, теперь я, собственно, перехожу к покупке этого дома. Совой процедурой. То есть, я нашел в интернете на... На сайте Redfin, ну, здесь несколько сайтов, всё, вот таких занизок. Zio, Redfin. И, в общем, я, конечно, потратил, я и жена, мы сидели где-то месяц или два, мы искали по сайтам. То есть, дом этот нашел я. Я нашел этот дом, да, и вайжал. То есть, ну, у меня были риэлторы, у меня были риэлторы, у меня был риэлтор там в Нью-Порт-Вичи, где я жил. До этого я жил в Тампе, но не возле Тампе, а в городке Нью-Порт-Вичи. О, кондиционер перестал работать. Сейчас покажу вам, какие это мои кондиционеры. Я так понял, один кондиционер на первый этаж, второй кондиционер на второй этаж. Как бы... Это диван, на котором я сижу. Это, собственно говоря, дом, кухня. Ливенову, там прихожая. В общем, как-то так. Как-то так. И... То есть, у меня были риэлторы. Но риэлторы пытаются... Это не они же покупают этот дом. Им по-фиг, что ты купишь. Поэтому риэлторы пытаются впихнуть всякую чушь. Всякую чушь. Поэтому на риэлторов надеяться нельзя. Приходится... Приходится искать самому. В общем, все дома, которые я нашел, которые я посмотрел, которые пытался купить, все дома нашел я. Или жена. Или жена. В интернете. Или на Redfin, или на ZERO. То есть, я нашел этот дом. Он мне понравился. Цена была нормальная. То есть, цена была не завышенная. То есть, цена, цена, качество. Цена, качество было очень хорошая относительно с остальным, с остальной фигней, которая продавалась. То есть, много, так сказать, вачук продается по завышенной цене. То есть, там стоит какая-нибудь завалившаяся хибара и продается за пол лимона. И потом смотришь, ее кто-то купил. То есть, и смотришь, и приходишь в ужас. Приходишь в ужас от того, что творится. А этот дом мне понравился. То есть, он большой, он где-то больше 160 метров. Не считая вот эту веранду и не считая гараж. Где-то 160 с чем-то метров. Двухэтажный дом. И в общем, я, ну так как пандемия, так как пандемия, все сейчас предпочитают делать видео-туры. То есть, я заказал видео-тур на этот дом. Приехал этот свет. И я сел дома, смотрел по телевизору. А риэлтор мне показывал по телефону, что вот этот дом. И я смотрел видео. И я был очень разочарован. То есть, это был совсем как бы другой дом. Как бы не совсем отличался от фотографий, которые были на сайте. То есть, это был потрёпанный такой, требующий ремонта. Такой, ну, как бы пошарпанный изнутри. Пошарпанный. Снаружи дом такой же. Но изнутри это просто дизастер. Это просто как бы ужас, ужас. Ну, не ужас, 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 ужас. Ну, просто ужас. Просто один ужас. И, в общем, мне очень не понравился дом. Я очень расстроился. Ну, потому что это был диссонанс между тем, что я видел по интернету и тем, что я видел по видео. Как бы... Мне уже этот дом начал нравиться. По фотографиям. А когда я увидел на видео, я ужаснулся и как бы расстроился, и разочаровался. И думаю, ну вот, опять, опять эти тратите дни, недели, месяцы на поиск чего-то подходящего. Рызкая по всей Фориде. Причём, этот поиск, это действительно работа. То есть, ты находишь фотографии дома. Смотришь все эти фотографии. То есть, сначала ты... Нет, сначала ты находишь по цене. То есть, допустим, я искал в пределах 300 тысяч. Нет, ну... Сначала я искал в 200 тысяч. И в 200 тысяч вообще очень трудно что-то найти. Приличная. Это вина. Это вина. Это вина. Это вина. Это вина. Ты не... Ты не... я вангал козь йоди да вроде да вроде ты уже пьяный все сначала противились потом а потом на не будет ничего потом последний раз ты попробовал вино но я а финиш и в общем а кстати кстати насчет цены насчет цены я я когда перед тем как покупать дом я как был стал спрашивать тут есть такие есть такие мог есть богич блогеры которые тебе ну который спрашивает кто ты такое сколько ты зарабатываешь ну вообще что у тебя есть чего у тебя нет откуда ты в общем всю твою под ногой спрашивают и говорят окей мы дадим тебе столько-то денег взаймы но я начал заклада спрашивать нашел одного но ты не нашел а мой риэлтор подкинул мне одно обмогич брокера и я его спрашиваю сколько денег вы мне дадите они говорят они ответный вопрос а сколько ты хочешь но а сколько вы мне дадите они говорят но сколько ты хочешь но я боюсь сказать и меньше и больше но потом говорю ну хочу 200 200 тысяч хочу сначала были планы купить дом за 150 200 тысяч такой маленький дом из двумя спальнями я даже думал купить выкупить выкупить тот дом как как который я снимал то есть такой маленький ну как маленький он вот конечно в три раза меньше этого дома но он но все-таки вот самая самая большая же почта которая снял до этого и в общем они такие ну стал дверь хочу 200 тысяч они говорят это послушали как взяли какое-то время послушали посмотрели взяли мои там банковские счета взяли мои доходы расходы долги и кредитные карты все хорошо мы кидаем 200 тысяч я говорю а а 250 дадите они опять-таки послушали по по проверяли меня стали дадим и 250 игно и я начал искать на 250 а потом когда я уже нашел этот дом и это я нашел другого риэлтора ну то есть а тот риэлтор который был на на мексиканском заливе он как бы не хотел сюда ездить и вообще-то него не его территория все-таки слишком далеко это берег атлантического океана я общем когда нашел этот дом я я напрямую позвонил риэлтору этого дома он мне назначил встречу просто сначала вот этот видеотуар который был потом встреч потом он мне гается потом мне дал своего могич брокера я этого уже второго мог бы год брокера стал спрашивать его а 350 тысяч не это дети взаймы ну тебя тоже опять взяли все мои данные мои зарплаты мои траты мои мои долги а я уже купил машину в кредит за который кстати еще выплачиваем это банковские счета там кредитского кредитный рейтинг там все вместе взяли я говорю да мы тебе дадим там 350 тысяч а я говорю а 500 тысяч дадите мне они сказали да и 500 дадим никаких проблем и мы тебе 500 дадим но они-то конечно дали бы мне 500 то есть полмиллиона долларов они конечно бы дали конечно бы дали проблема в том что я бы не смог эти полмиллиона взять у меня нету проблема в том что если я буду брать дом за полмиллиона то я и должен заплатить там не знаю взнос там тысяч двадцать тридцать я не знаю сколько в общем в общем у меня несколько денег 150 заплатить надо ну то есть если я за за 300 тысяч 300 чем-то заплатил 10 чем-то то это надо будет мог и читать то за полмиллиона это уже 20 чем-то ты ну 20 пускай 20 грубо 20 плюс еще к уже короче это выйдет уже на 35-40 тысяч наличными 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 и у меня нет регионе у меня нет их не было тогда и не бойними чем никогда него нет у меня был момент когда мне эти были деньги были но это было давно сейчас у меня на момент покупки у меня денег уже не было и деньги постоянно приходят уходят иногда не прощаются иногда говорят до свидания иногда обещают вернуться иногда выращиваются а иногда уходят навсегда деньги это такая непредсказуемая вещь вернуться не вернуться и в общем никогда не знаешь то есть каждый раз когда и деньги уходят я говорю им прощай они говорим до свидания говорим прощай а если они вдруг возвращаются то это просто приятный сюрприз и в общем я понял что я смогу взять этот дом за 350 он был этот дом цена этого дома была 355 тысяч я понял что я смогу его взять за эти деньги я сделал первую ставку здесь сделал первую ставку 355 тысяч и я как бы не очень надеялся что я куплю этот дом потому что дом а я же не сказал что что после после того после того как мне этот дом очень не понравилось папа по видеоконференции я все таки все таки решил приехать и посмотреть на этот дом лично но почему-то мне вот захотелось что-то вот что-то какой-то внутренний голос какая-то интуиция говорила что нет надо надо посмотреть на этот дом еще разочек перед тем как от него отказаться и в общем я на устрою встречу я приехал сюда в рабочий день как бы отмахал 160 миль на своем новом автомобиле по своем шеви тахо кстати во время его купил потому что мне пришлось очень много мотаться между между мексиканским заливом и атлантическим побережьем очень много мотаться я не знаю выдержали мы выдержал бы мой дочь все эти поездки или нет поэтому как бы это вот более надежная машина была очень кстати я приехал сюда и я офигел потому что дом был абсолютно такой как он был на фотографиях он был он был классный он был шикарный он было абсолютно тоже имеет точки тоже мебель те же картины на стенах то есть то есть когда я увидел этот по видеоконференция видео эти голые обшарпанные стены я подумал блин суки как они научились делать компьютерную графику как они научились рисовать мебель что она похожа на настоящую а мебель была такая такая как бы хорошая такая папки по старинная большая массивная такая барокко завитушками много как такие причудливые старые стили такие изгибы всякие там рельефы барельефы и как бы это насыщало картинку таким шиком шиком и когда приехал посмотри на этот дом а это оказалось настоящие фотографии то есть люди которые продавали дом они жили здесь они все еще жили они просто то есть это называется открытый дом то есть они просто назначали часы которые они куда-то уходили из дома и в это время толпа толпа таких покупателей как я просто приходила живой дом там надевала бахилы и давай просто шнырять по дому смотреть что вокруг то есть тут были реальные шмутки это был живой дом и и дом дом мне опять очень понравился я просто офигел но я подумал что я не смогу купить этот дом я подумал этот дом слишком хорош для меня я подумал что он слишком хорош слишком много желающих найдутся чтобы купить его и эти желающие будут богаче меня то есть они перебьют цену поэтому я особо как бы не настраивался на покупку я просто сказал окей я сделаю ставку этот дом и дальше что будет то будет и я спросил а где тут что вы мне показывали все по виде конференции что за фигню вы мне показывали вчера по видео и они такие ну а там было у этого риэлтора было много помощников показывал мне один из помощник одна из помощниц его и он такой а на на встрече был самый риэлтор этом этом смит и короче он говорит он стал нахлобучивать своих помощник свой помощник что вы показали вся моему клиенту какую херню а и там вообще мы с трудом нашли этот в это в этом же в этом же комьюнити они стал дом потому что я гранение найдите метод дом потому что тот дом может быть дешевле если он бар дешевле тогда принципе может быть я и мне тут дома понравится то есть найдите метод дом и скажите мне какая цена того дома потому что все зависит соотношение цена и качество если тот дом был на 100 тысяч дешевле кто знает может быть я бы сейчас делал ремонт в том доме и в общем они нашли тот дом он был недалеко отсюда может может быть я точно не помню может быть даже это был вот один из вот этих домов но я уже не помню но дело дело в том что тот дом даже не продавался тот дом сдавался за 2200 долларов в месяц он даже не продавался в таком ужасном состоянии и он сдался за 2200 в месяц но я не знаю местных цен я не знаю местных цен в общем я увидел этот дом полюбил его во второй раз поехал домой сделал ставку на его цена цена тогда было 355 тысяч сделал ставку и не особо надеюсь на покупку этого дома у меня были еще другие варианты поехал смотреть другие дома да когда я приехал сюда сразу же после этого дома здесь этот дом в мельбурне остальные дома которые я нашел они были недалеко отсюда в местности под названием пам бэйтс там там довольно много дешевых домов и я начал обследовать эти дети дома один за одним и очень много ездил там с помощницами риэлтора и все эти дома были гораздо хуже этого дома но некоторые из них были дороже ну там были разные разные параметры допустим один дом но это дом чем был со самый большой из тех которых я видел этот дом самый большой но были дома поменьше но они так сказать его в один этаж там больше больше зал об лучший ремонт больше бык я не когда мы имели бассейн все это в пределах 300 350 тысяч но иногда так допустим дом хороший но район вокруг него мне не нравится плохие дороги то есть тут что мне нравится что этот все таки хороший вот здесь хорошие дороги большие широкие так сказать по ним приятно ездить нету трафика ну потому что хорошие дороги то есть других районах я помотался где то есть трафик я еще один ну большинство домов я смотрел вот в пам бэй и тайтас вилен и мельбург чтобы вы понимали это не далеко это атлантическое побережье восточнее города орландо кстати я искал недалеко от орландо потому что орландо это туристический центр там все все парки там все диснеевские парки универсовские парки и много других парков и там ну и много то есть много индустрии развлечений там в основном конечно парки в общем там есть все ну казино наверно нету да казино конечно нету казино и внутри надо ехать в вас вегас но все кроме казино там есть и как бы и этого это это значит восточнее орландо и очень близко к кэп канаву кэп канаву это мыс канаву это где наса запускает их не шаттлы то есть тут мне практически рядышком можно поехать будет поехать посмотреть как эти шаттлы взлетают если если они будут запускать то я могу поехать туда и посмотреть как то есть живу недалеко от местного байканура скажем так но не знаю может быть не очень близко вот там где-то 50 100 миль это точно не помню но и туда на север да и в общем в общем не смог я ничего там купить потому что что-то мне не нравится что-то не нравилось что-то мне нравилось но и не давали могич на всю сумму или просто там кто-то перебивал цену допустим я отдал ставку 300 тысяч на один дом который но он понравился там большой бык я такой довольно большой дом уменьши этого но хороший такой большой дома в один этаж в один этаж с хорошим ремонтом все то есть жене понравился но мне не понравился район мне не понравился район там узкие дороги такие с кочками население какое-то такое подозрительное немножко но все-таки мы решили купить там дом дали 300 тысяч но в результате кто-то купил его за 330 и в общем после всех этих шатаний и смотрений я еще больше убедился что вряд ли я хрен чего куплю по всем этим причинам но тут неожиданно хозяева этого дома дали добро на на 355 тысяч окей я решил но значит следующий этап после того как дают добро на покупку следующий этап это идет инспекция инспекция такая ты нанимаешь специальную фирму это специальная фирма оценивает оценивает дом то есть они приходят смотрят сам это как бы и потом пишут пишут отчет пишет отчет что это работает за не работает там микроволновка работает стиралка не работает там кондиционеры работают там не знаю что-то унитаз не работает то есть есть термиты нет термиты есть там муравьи нет муравьев там есть то нету того и есть плесень нету плесени ну кстати на плесень надо было заказывать отдельную инспекцию я заказал две инспекции одно на все подарят а вторую специальную инспекцию на плесень то есть они просто ходили по дому была более образцы плесени были образцы воздуха там мы в точно не они брали области воздуха на улице то есть сколько плесень не просто на улице летает воздухе потом заходили там спальню до это дом гараж там тоже мерили сколько уличной плесени долетается внутрь через кондиционер и так далее заказал я инспекцию инспекция показала мне очень много проблем в этом доме главная проблема была текущая крыша ну старая крыша текущая в одном месте и во Флориде крыша это очень большое дело потому что много дождей ураганы и вообще сильные дожди и эта крыша протекала настолько сильно что она в одном месте даже повредила стену как бы здесь первый этаж бетонный из лакоблоков ну да из бетонных а второй этаж на половину бетонный наполовину деревянный как бы потом но еще кроме крыши еще там нашли какие-то проблемы с кондиционерами проблемы с воду водонагреватель вот был в аварийной ситуации готовы взорваться в любой момент еще куча мелочей то есть я посмотрел этот отчет значит подумал что тут только починка крыши мне станет 15 20 тысяч долларов плюс там починка стены замена всех этих титанов короче я подумал тут еще ремонта может выйти на тысяч на тысяч просто ремонт этого дома может но и опять же опять же у меня нету этих денег то есть то есть получается я заплачу 355 за дом и еще потом тысяч 300 тысяч 30 тысяч 30 еще вложу на его починку а может быть ну я не знал сколько на самом деле может быть 25 может 30 ну в любом случае этих денег у меня не было я взял и это был и отказался от этого дома кстати от этого дома отказывался ты официально я отказывался три раза то есть я три раза подписывал отречение этого дома официально и каждый раз этот дом возвращался ко мне опять поэтому это убедила меня что это мой дом это этот дом как бы предназначен мне потому что он не только я его выбрал а я его выбрал он мне понравился с первого раза мне понравился с первый взгляд как любовь с первого взгляда любовь с первого взгляда просто я никогда не верил то что эта любовь дойдет до до брака дойдет до брака сочетания даже даже там да как бы до интимных отношений но 50 Symox но кстати ну интимные ну выднимными от ошибаться не можешь стать и вот это инспекция там что инспекция это еще интимные отношения до покупки дома то есть такой тест drive да это тест до их дома то есть когда тебе но это это но это опять же не бесплатно то есть я заплатил 3000 долларов залог то есть продемонстрировалось тем самым что я готов жениться на этом доме и только после этого залога после мне позволили так сказать вступить в некие интимные отношения и узнать что собственно говоря творится анда заход то есть подумать то есть увидите за дом ногишем без одежды и даже и даже немного пощупать и в общем я пощупал понял что тут еще надо штукатурить на домой как бы это на на 30000 ну а 20 30 тысяч короче еще и отказался потом потому что ну не не потяну я ремонт и так далее и отказался и стала там уже делать ставки на другие дома там поближе к космодрому и тут через пару недель и хозяева говорят ладно мы согласны а но перед тем отказаться я сказал что если вы выполните все мои условия то есть если почините все неисправности которые указаны в этом отчете инспекции тогда как бы я готов вернуться опять к покупке на общем они думали не знаю две три недели видимо за это время никто не нашелся кто готов взять этот дом я думаю причина в том я думаю думаю причина в том почему этот дом не продавался потому что я как раз искал в такой ценовой категории между бедными и богатыми то есть бедные не могут позволить себе ну местные бедные не могут позволить себе дом больше 300 тысяч долларов то есть как бы для большинства а все-таки большинство бедные для большинства 300 тысяч это предел так то есть это 200 между то есть бедные ищут дом между 200 и 300 тысяч причем 300 тысяч уже не всякий бедный может это купить дом а богатые богатые они могут уже ищут дом начиная от 400 тысяч там 400 и выше и это уже совсем другой размах это уже дома с бассейнами там дома гораздо большие по площади то есть там там ну там можно столько же 5 спален но они будут больше зал будет больше бакет будет больше бассейн будет большой может быть не будет несколько бассейнов он будет стоять на берегу там океана или близко к берегу там или в хорошем районе или или там будет Ну, в общем, богатые начинают искать от 400 А я как раз искал между 300 и 400 Я думаю, что вот это как раз такая область, где бедные уже не могут купить А богатые не хотят покупать Вот богатые не хотят покупать это качество То есть им надо уже улучшить сервис И, видимо, таких, как я, очень мало, которые вот такие середнячки Между нищими и, что сказать, богатеями И я, конечно, I'm finished blogging And then take care about this battle Мы помыли корвач, детскую корвач Ну, как детская, она обычная корвач Ну, просто дети на ней спали Обоссали, естественно Там, может быть, даже обоссали где-то Я не знаю Вполне реально Как бы, поэтому мы Ну, жена помыла корвач И сейчас не надо ее затащить под крышу Счера не затащили, и был дождь И, в общем, хозяева недели через три вернулись Согласны выполнить мои условия То есть они согласны были полностью заменить Поставить новую крышу Ну, и починить все остальное Ну, я сказал, ну, елки Ну, если вы согласны починить все Ну, я тогда согласен, конечно, я согласен Так, пойду-ка я прогуляюсь По маленькому бэк-ярду По-своему То есть, конечно, я согласен Что сказать, продолжать жениться И, в общем, я начал продолжать жениться Но тут Тут выяснили Тут Откуда не возьмись Не возьмись, появилось другое Другая проблема Кстати, вот он Вот он дом Как он выглядит из бык-ярда Это соседские дома Тут Два больших дерева Кстати, я не знаю, что это деревья Надо выяснить Ну, это два таких больших дерева Они, кстати, я, наверное, не имею права испилить То есть, я обязан иметь эти дерева То есть, я обязан иметь Как минимум Два дерева В бэк-ярде На бэк-ярде И, по-моему, одно дерево Или одну пальму Так, вот это соседи И это такой вот пруд Такой вот Небольшой прудик Ну, в общем, и хорошо В случае чего Можно будет отсюда В случае засухи Какое-то время Можно будет брать воду отсюда А может быть даже Ну, все Хорошо Кстати, я когда покупал этот дом Я думаю, что ага На случай засухи Есть Источник воды И на случай отключения всех служб И, если будет потоп Если будет потоп То Первый этаж затопит Можно будет Какое-то время Комфортно жить на втором этаже Перед тем, как его тоже затопить Поэтому, как бы Двухэтажность дома Имеет свои плюсы Пальмочка у соседей Может тоже посадить Пальмочку Вон, жена посадила Посадила уже Какие-то деревья А, меренга Она посадила меренга Так, вот вообще Мой выход на багиат То есть это вход в багиат Вот так это все выглядит И, в общем Когда я согласился продолжать жениться Выяснилось Что банк Даст на этот Ну, сделали оценку этого дома Так, это мои Кондиционеры Вот они Большущие Банк сделал оценку этого дома И выяснилось Что они Не готовы мне дать 355 Они готовы мне дать Только 337 Тысяч На этот дом И это Как раз Те деньги За которые Впоследствии И купил этот дом Но Хозяева Хозяева Не готовы были Скинуть мне Сколько там 18 тысяч То есть Они мне отказали Ну, окей Они отказали И я тоже Отказался Жениться Опять Я сказал Ну, ребята У меня нет денег То есть Я бы, конечно, рад Дать вам Дополнительные Там Деньги 18 что ли Примерно Из моего Команда Я, конечно, готов Вам дать Но у меня Их нету Поэтому Я нифига вам не дам Так, это Кухня Это Зал Вон там Пылесос Работает Телевизор Еще не распаковал В общем Кухня Довольно Много Всяких Плодов Так Это У нас Прихожая Лестница На второй этаж Тут У меня Гараж Тут Тут У меня Гараж На две Машины Здесь Здесь Будет Это Кабинет Который За спальню Как бы Не считается Но Может быть Спальня При желании Да Просто Комната Может быть Чем угодно Так Ну Это Как бы Прихожая То есть Это Вход в дом Это В общем Вход То есть Это Мой Фронт Ярд Это Значит Соседи Так Вот Здесь Моя Газонокосилка В общем Дом Выглядит Вот так Вот С этого Это Так Это Мои Машины Стоят Это Мои Машины Стоят Тахо Джонни И В общем Это Вот Окрестности Соседи Дом Первый этаж Второй этаж Гараж Ну В общем Вот так Вот Так Вот Такой Вот Да Дождь Камер Дождь Идет Надо Занести Кровать Под Крышу И В общем Второй Раз Я отказался От покупки Этого дома Из-за цены Из-за цены То есть Я наставил На снижение Цены До До Официальной Оценки Хозяева Отказывались Снижать Цену И Я отказался Во второй раз После чего Опять прошло Какое-то время Две-три недели И они согласились Снизить цену Я согласился Жениться Опять Но тут Выяснилось Через какое-то Время Что они Согласились Снизить цену Но отказались Менять крышу И Как бы Тут я уже Разозлился И отказался В третий И последний раз Сказал Нет Надо Цену Снизить Но крышу Надо заменить И все остальное Надо отремонтировать Ну И в общем Я уже Как бы Полностью Был уверен Что они Не пойдут На мои Кабальные условия И И уже Забыл Об этом доме И стал уже И вообще И вообще Я Я что-то Я раздумал Покупать Дом Вообще Потому что Изо всех этих Причисленных условий Я подумал Что это просто Трата времени Это просто То есть Сначала Ты тратишь Времени Ищешь дом Потом Ты тратишь Время И деньги Ты Как бы Смотришь Этот дом Тем более Дома искал я На другом побережье Я жил На Мексиканском Заливе И я не хотел Покупать дом Там По двум причинам Первое Там есть Синхолсы То есть Синхолсы Это такие Дырки в земле Которые Появляются Абсолютно Непредсказуемо То есть У тебя То есть Дом может Провалиться Просто Ты вот Проснулся утром А у тебя Полдома Может там Треснуть Или провалиться Потому что Просто выяснится Что под этим Домом Там Есть Это Это дырка В земле То есть Это Никак Невозможно Предсказать Из-за этого То есть Они такие Плавающие Такие путешествующие Дырки Синхолсы Их называют И там Где я жил Это Просто Была Это Синхолс Вэйли То есть Долина Этих дырок Вообще Наверное Поэтому Там были Самые дешевые Аренда Но Дома Там были Дороже Дороже Чем здесь Кстати Да Это Главное Это Еще одна Причина Почему я там Не хотел Потому что Качество На этом побережье Конкретно Мельбурне Гораздо лучше Чем там В Ньюпорт Ричи Паско Каунте Где я жил И еще Одна Причина Так называемый Красный Прилив Красный Прилив Это когда Вода Становится Летом Вода Становится Очень Теплой Разблажаются Какие-то Вредоносные Бактерии И начинает Дохнуть Рыба Вода Становится Такая Красная Ну Не как В общем Такая Кровяного Оттенка И Начинает Главное Начинает Дохнуть Рыба И рыбу Выносит На пляже Она Разлагается Она Воняет И Ходит Там Экскаватор Сгребают Эту Рыбу Увозят Но Все равно Это Полная Антисанитария Купаться Нельзя Вонь Стоит У Побережья Там Где я Я Где-то Жил Километров Пять От Побережья То есть Вонь Не Залетает А Может Будь 5 Миль Не Помню Точно В общем Вонь Не Залетает Но Если Ты Едешь На Побережье То Когда Приходишь На Пляж То Ты Чувствуешь Эту Вонь И В общем Я Поэтому Я Искал Дома Очень Далеко От Меня В принципе Я Искал По всей Флориде Ну По всей Как бы По всей Средней Южной Флориде Я не хотел Я не хотел Ехать В северную Флориду Потому Что Там Холоднее Там Даже Снег Бывает Иногда Там Раз Пять Лет То есть Довольно И Там Уже Все Дома С Каминами Потому Там Уже Прохладно Ну Кстати Здесь Уже Довольно Прохладно Зимой И Здесь Уже Надо Одевать Теплые Трусы Как бы Где-нибудь К Новому Году То есть Да Можно Ходить Без Носков Но Уже Теплые Трусы Надо Одевать И Конечно Если У тебя Немного Шерсти На Теле Вот Как у Меня У меня Немного Шерсти То Надо Какую То Искусственную Шерсть Зацеплять И В общем Ну В общем Я даже Я даже Зимой Пару месяцев Включал Кондиционерное Отопление Даже До этого Доходило Ну То есть Конечно Можно было Не включать Все Зеленое Как бы Но Уже Некомфортно Некомфортно И В общем Я Решил Забросить Вообще Идею С покупкой Дома Потому Что Тратишь Время Тратишь Деньги Потому Что Ты Нанимать Эти Инспекции Платить Им Это Не возвращается Деньги Не возвращаются Там Носить Залоги Тоже Залог Может Вернуться Может Не Вернуться Например Я потратил На этот дом На инспекцию Там Долларов Двести Триста Я не помню То есть Если бы Я отказался От покупки То Деньги Просто пропали Бы И так На каждый дом То есть Три дома Проверил Уже Тысячи долларов Нету Как бы И И тут Хозяева Согласились На все Условия Согласились Снизить Цену Все Отремонтировать В общем На все Условия Согласились Ну и Тогда У меня Уже Не было Причины Отказываться То есть Несмотря На то Что я Передумал Покупать Дом Ну плюс Еще одна Причина Про И Я Подкоплю Денег Побольше Там На Примоначальный Износ И В следующем Году Куплю Что-нибудь Даже Получше Чем В этом Году Потому Что Ажиотаж Спадет Может Быть Даже Может Быть Даже Эпидемия Закончится Хотя Я думаю Что Хотя Я надеюсь Что Эпидемия Еще Лет Пять Продлится Хотелось На это Надеяться Потому Что Я Уже Как-то Привык Мне Мне уже Нравится То есть Кругом Коронавирус Как-то Все Как-то Все Как-то В масочках Ходят И Я Хожу Без маски Но Но Я защищен Потому Что Все Остальные Многие Ну Не все Но 50 То есть Все Больные Ходят В масках Ну И Параноики А Поэтому А те Люди Которые Такие Пофигисты И Без масок Но Как-бы Ну В общем Мне пофиг Эти маски Маски И без маски Мне Собственно Гои Пофиг Главное Что Удаленная Работа То есть Пока Эпидемия Не кончилась Будет Удаленная Работа А Удаленная Работа Это Как Это Просто Мечта Это Мечта То есть Я Поэтому Да здравствует Пандемия И Продлится Она Вечно Как бы И Особенно Во Флориде Особенно Во Флориде Тут По-моему Вообще Никто Не чихнул Ни разу За всю Пандемию А И в общем Только Только по телевизору По телевизору Чихают Умирают Там Говорят Ну Как бы Кстати Кстати Мой Риотор Схватил Коронавирус И попал Загремел В больницу Надо Позвонить ему Узнать Жив он Или нет Я Переболел Не знаю Чем Ну То есть Я переболел Очень сильным Гриппом Два раза Но Правда Без потери Нюха И Вкуса То есть Ну Обычный Грипп Принес Но Такой Приличненький Как раз Перед покупкой Этого дома Как раз Хорошо Удачно Перед переездом То есть К переезду Я уже был На ногах Я уже был Опять Здоровый То есть Я не тестировался Был ли это Ну Конечно Коронавирус Чего тестироваться Все болеют Коронавирусом Значит Я болею Что я Особенно Что ли То есть Я Поэтому Я даже Не стал Тестироваться Вообще Не ходил В больницу Тут Некогда Было Что-то Переезд Работа Все вместе То есть То есть И вообще Самый Самый Кризис Я Болезни Я пережил В Юниверсал Парке И как раз Мы приехали Я привез жену Первый раз Показать этот дом Потому что Она не видела До этого Это когда Это когда Наши хозяева Уже согласились На все условия Тогда моя жена Сказала Ну ладно Покажи мне Этот дом Я хочу его посмотреть До этого Она как-то Ей Не очень нравится Этот дом Она говорит О сильно большой Много убираться Я хочу Я хочу дом Поменьше Я говорю Чего ты переживаешь Купим этих Роботов Пылесосов Пусть убираются Ну в общем Она как-то Хотела дом Поменьше Сейчас Ей дом Очень нравится А в то время Она как-то Не очень У нее У нее были Другие фавориты Дома Другие дома Она не посовывала Купить И в общем Я привез жену Уже чувствую Что я Конкретно болею А И после А так как мы Сюда едем Мимо Орландо То есть Чтобы Двух зайцев Одним выстрелом На обратном пути Мы поехали В универсал В Орландо Парк Парк развлечений И там еще Целый день Целый день Еще Как бы Кипишились И там уже Я конкретно Чихал И кашлял На всех Посетителей Этого парка И чувствовал Себя Хреново Маску я не носил Но Чихал Я будь здоров Там и кашлял И даже Сопливил И когда Приехали домой Уже вечером Я уже чувствовал Себя мертвым Мертвым У меня уже Трясла лихорадка Я еще Вел машину Уже В лихорадке И за Два часа От Орландо Потом И приехал Домой И Чувствую Все Умираю И Перед тем Как умереть Уже Как бы Лег спать И До свидания Проснулся Чувствую Продолжаю Умирать Ну так Где-то Дня два Три Я поумирал Потом То есть С лихорадкой Потом Пошел На поправку В общем Не успел Не успел Пойти в больницу Если бы Как бы Это затянулось Я бы Наверное Пошел бы Но я не успел Выздоров Раньше И Ну это я к тому Что На этом История Покупки В общем Заканчивается Меня еще Могич Брокер Еще шманали Недели Две Три То есть Они Опять Залезли Ко мне В трусы По По самые Помидоры Спрашивают Там Доходы Расходы Кредитный Рейтинг Опять Позвонили На работу На Текущую Американскую Работу Там Выяснили Действительно Я там Работаю Действительно Я там Что-то Зарабатываю Потом Значит Позвонили Специальные То есть Пробили Меня Специально В прошлой Моей Фирме Американской Попытались Там Пробили Меня Если Я там Тоже Работал Сколько Там Зарабатыв Сколько Там Получал Потом Они Попытались Проверить Мои Так Как Мне Не хватало Стажа До двух Лет Американского Они Попытались Проверить Мои Российские Фирмы То есть Я работал Последние Фирмы Это было Сбербанк И Тачбанк Это были Последние Два Рабочих Места Где я Работал Ну Я не знаю Удалось Им дозвониться До Сбербанка Я думаю Нет До Тачбанка Вообще Не верю Потому что Тачбанк Уже Развалился Еще Еще До моей Миграции В Америку То есть В конце концов Они припомжли Ко мне На коленях И сказали Мы Очень хотим Дать тебе Взаймы Вот Очень хотим У нас просто Эти деньги Вот Лишние Карман Горит Некуда Девать Вот эти Вот 300 С листом Тысяч Говорит Но Дай нам Хоть малейший Повод Что-то Дать их Скажи нам Честное слово Что ты Работал В России Так как Мы Поверить Этого Не можем Дай нам Честное слово Что ты работал И занимался Тем же самым Чем ты занимаешься Здесь То есть Программированием И я Говорю Ну я Говорю Даю честное слово А И даже По словам Даже по словам Фотографию Из трудовой книжки Нашей русской Трудовой книжки Они посмотрели На это Конечно Офигели Конечно Прослезились Не знаю От смеха Или от горя Потому что Там даже я Не могу прочесть В этой Даже я Не могу прочесть Тут почерк Наших Кодровиков Которые там Пишут Ну я Почем Не могу Прочесть Даже свой почерк Потому что Уже Разучился писать Ну Ну а Эти то люди Которые никогда Не видели Кириллицы А еще и Прописной А еще и Профессиональной Кадровой В общем Они сказали Мне Пожалуйста Сам Переведи Эти свои Скорреты И вообще Скажи Что это Такое Вообще То есть Я им Написал Такое Предисловие Что Это Трудовая Книжка Что Каждый Человек В России Имеет Эту Трудовую Книжку Она выдается Государству Это И это И является Подтверждением Того Что Ты Твоего Стажа Что Ты Работал Что Там Все эти Книжка Там Сдается Работодателю Пока Ты Работаешь Потом Это Забирается То есть Я Написал Всю Эту Историю О Лебедь Полетел Написал Всю Эту Историю Белый Лебедь Короче Написал Всю Эту Историю Написал Перевел Все Мои Трудовые Записи Они В них Поверили Они Мне Факали Хорошо Мы Тебе Верим Да Дождь Начинается Надо Брать Корвать И Дали Мне Бабки И После Этого Я Купил Дом И После Этого Я Полмесяца Переезжал Это Будет Другая История Еще Более Нудная Чем Это И Еще Более Тяжелая Кстати Физически И Все Я Здесь Все Спасибо Друзья За Внимание Я Должен Занести Эту Корвать В Дом Иначе Дочь Опять Ее Поможет Все Счастливо До Новых Блогов Пока